Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Всекитай. Ну что ж, сегодня у нас на обзоре просто рабочая лошадка. Смартфон, который подойдет всем и тем, кто не хочет переплачивать за понты, за непонятные функции и тому подобные вещи. Тем людям, которым нужен просто хороший, нормальный смартфон, в котором есть все. Да, возможно, все не на ультрах, но все равно смартфон не будет вас заставлять страдать и думать о том, что у вас какая-то непонятная бюджетная хрень, в которой нет ничего. Да, друзья, сегодня у нас на обзоре Realme 5. Смартфон, в котором есть все, что вам надо. Начнем мы с того, что данный смартфон, конечно же, мне предоставили, потому что все смартфоны, на которые я делаю обзоры, я, конечно же, покупаю за свои бабосики на сайте Алиэкспресс. И да, в основном все смартфоны от компании Realme, это китайские версии. Вот там стоит Realme X2, пушка просто, вот он, Realme X2, пушка, а не смартфон. Также у меня был Realme Q, он же Realme 5 Pro, который тоже охрененный смартфон. А вот сегодня у меня глобальная версия, которую мне предоставили, и это Realme 5. В общем, друзья, садитесь поудобнее, потому что смартфон очень даже интересный, а также это теперь мой основной смартфон. И причем, я думаю, надолго. А спонсор нашего выпуска, конечно же, Димон. Да, я, потому что, друзья, у нас на канале стартовал конкурс, охрененный конкурс на Redmi K30. Кто не в теме, это пушка, а не смартфон, у которого частота обновления дисплея 120 Гц. Новая камера от компании Sony на 64 Мп. В общем, это шикарный смартфон, и кто-то из вас 31 декабря, да, выиграет данное чудо. В общем, друзья, ссылочка на конкурс в описании. Ну что ж, начнем мы с дизайна. И знаете, здесь все скучно, потому что смартфон похож на все плюс-минус остальные смартфоны от компании Realme, потому что у меня был Realme X Lite, он же Realme 3 Pro, и там был такой же дизайн. У меня был Realme Q, он же Realme 5 Pro, и у него тоже такой же дизайн. В общем, задняя крышка – это переливашка. Красивая переливашка, которая кому-то нравится, кому-то нет. С фронтальной части у нас есть каплевидный вырез, есть подбородок, который, ну, плюс-минус такой же в Redmi Note 7. И да, рамки вокруг экрана здесь не самые миниатюрные. Ну и, конечно же, это полностью пластиковый смартфон. Но задняя крышка – это глянец, а вот торцы выполнены из матового пластика. К сожалению, данным смартфоном уже пользовались, и задняя крышка очень хорошо исцарапана. Я просто не представляю, что же, блин, делали данным смартфоном, потому что снизу у нас охрененные потертости на пластике. Ну, бывает и такое. Но самое главное, что даже после таких вот издевательств здесь все хорошо со сборкой, потому что ничего не болтается, не хрустит, не люфтит, потому что я смотрел много обзоров на данный смартфон, и многие, ну, не многие, а некоторые говорили, что в нижней части что-то поскрипывает. Но у меня все хорошо. И да, этим смартфоном уже пользовались, и все равно ничего не скрипит. Задняя крышка не продавливается. Все монолитно. Realme 5 получил microUSB, разъем для наушников и полноценный лоток для сим-карт. Ну и самое главное, именно российская версия смартфона, которая у меня получила NFC. Да, вот так вот компания Realme почему-то решила сделать исключение для российского рынка, потому что для китайского рынка, для индийского рынка и для Европы, друзья, данный смартфон поставляется без NFC. И все то, что продается на сайте Алиэкспресс с надписью Global Version, друзья, оно без NFC. Да, там и глобальная прошивка, нормальная евровилка, там все хорошо, есть все бенды, но там нет NFC, потому что только российская версия смартфона получила NFC. Так что учитывайте данный нюанс. А также, друзья, отмечу, что, к сожалению, Realme 5 и тот же Realme 3 Pro и Realme 5 Pro не получили светодиодный индикатор уведомлений. Мелочь, но все же хотелось бы. Итак, стоимость смартфона. И здесь все очень интересно, потому что если посмотреть на сайт Алиэкспресс, там продается глобальная версия данного смартфона, то ее продают за 135 долларов. 130-35, блин, версия 3.64. И это очень даже заманчивый прайс. А также есть версия 4.128, и она продается за 150 долларов. И это тоже шикарный ценник за глобальную версию смартфона. Но вы должны понимать, что там нет NFC. Печалька. А вот если посмотреть на российскую версию смартфона, то здесь цена очень даже интересная, потому что смартфон уже можно купить от 10.500 рублей. Это версия 3.64. И да, друзья, это версия с NFC, потому что только для российского рынка компания Realme представила смартфон с NFC. Почему она это сделала, конечно же, никто, блин, не знает. Но в любом случае за 11 тысяч можно купить в любом уже магазине с гарантией, и все будет замечательно. Короче, друзья, ссылка, конечно же, будет в описании. А вот если посмотреть на конкурентов, то здесь все очень-очень скучно. Да, друзья, нам попадутся только дешманские самсунги с хреновым, скажем так, железом, с хреновой автономностью. Ну, короче, вообще не камельфо. Галимые непонятные смартфоны. Да, друзья, можно, в принципе, поискать и найти Redmi Note 8T версию 3.32, но вам придется, наверное, очень долго искать. И да, это только версия 3.32. А так больше, по сути, нет ничего. Есть какие-то еще старые Huawei, у которых будет хуже железо, хуже производительность. Ближайший нормальный конкурент это Redmi Note 8T версия 3.32. И все. Ссылочку на Realme 5, конечно же, оставлю в описании, где вы сможете спокойно купить данный смартфон в России с гарантией, ну, конечно же, с NFC. А вот в Украине, к сожалению, данный смартфон вообще официально не продается. Ни глобальная версия, ни версия с NFC. Экран в смартфоне большой. Это 6,5-дюймовая IPS-матрица с HD+, разрешением. И да, на экране наклеена нормальная защитная пленка, а вот под ней, к сожалению, олеофобного покрытия нет. Минимальная яркость отменная. Да и к максимальной яркости у меня тоже претензий нет. Она хорошая. Углы обзора максимальные. Они в любом случае больше, чем на Redmi 8 или же Meizu M10, где с углами обзора есть небольшие проблемы. Да, друзья, под наклонами яркость особо не теряется. И это круто. Если вкратце, картинка в целом насыщенная, контрастная. И знаете, даже она не уступает по качеству Redmi Note 8. То есть, друзья, с цветопередачей здесь все хорошо. Но, к сожалению, есть один большой нюанс. Это разрешение, потому что оно здесь небольшое. И да, пиксели увидеть можно. Так что учитывайте данные факты. Но в любом случае, во всем остальном, это шикарная IPS-матрица за свои деньги. С эргономикой у данного смартфона, к сожалению, есть проблемы. Потому что это лопата. Да, экран большой. Рамки большие. Торцы большие, потому что это все-таки пластик. И да, пользоваться одной рукой, ну, очень прям очень трудно. Да, в любом случае, можно привыкнуть к любому размеру смартфона. Но вы должны понимать, что это не самый компактный смартфон с диагональю дисплея 6,5 дюймов. Звучание. Ну что ж, вот тут вот смартфон меня немножко разочаровал. Потому что я думал, что мультимедийный динамик будет, ну, плюс-минус такой же, как на Realme Q. Он же Realme 5 Pro. Но, к сожалению, нет. Потому что мультимедийный динамик все-таки здесь средний. Да, до уровня Redmi Note 8 он очень даже сильно не дотягивает. И по максимальной громкости, да и звук здесь, скажем так, простенький. Да, он в любом случае лучше, чем у всех смартфонов третьего эшелона. Это уж точно. Но до, скажем так, тех же Redmi или до того же Realme 5 Pro он, к сожалению, не дотягивает. Редактор субтитров А.Семкин А вот разговорный динамик здесь отменный. Вот реально хорошая громкость, хорошее качество. Я сам пользуюсь и я, конечно же, об этом все знаю. А также здесь адекватный датчик приближения. То есть вообще проблем нет. Все замечательно. Ну и, конечно же, друзья, как звонилка данный смартфон себя зарекомендовал очень хорошо. С мозгами у данного смартфона все замечательно, потому что у меня жир-версия 4128 в качестве процессора Snapdragon 665 и работает на 9-й версии Android с ColorOS 6. Встроенная память здесь eMMC 5.1. И знаете, скорость вполне отличная. В 15-минутном и даже в 30-минутном тесте на троттлинг смартфон показал себя великолепно, потому что потеря составила какие-то жалкие 9%. В повседневных задачах, друзья, смартфон работает хорошо. И да, до этого я пользовался Redmi Note 7. И да, друзья, блин, есть все-таки небольшой прирост в скорости и, скажем так, в стабильности, потому что анимация здесь плавная. Да, все же иногда можно увидеть небольшие подвисания, но они, по сути, не критические. То есть особо данный смартфон меня не раздражает. Можно, в принципе, пользоваться и не париться. Ну и, конечно же, я сделал спид-тест в сравнении с Redmi Note 8. Так что, друзья, смотрите и оценивайте. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok